Добрый вечер! Это программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. Сегодня мы поговорим о защите прав украинских граждан в судах. Что интересно, не в украинских судах, а в судах Европы. В Европейском суде по правам человека дела, как правило, связаны с военным конфликтом на востоке страны. И поводом для нашей сегодняшней беседы послужила вторая уже годовщина событий в Волновахе. Напомню, что тогда был обстрелян автобус с находящимися там людьми. Много погибших. И вот, собственно, о том, как это происходило и какие судебные решения были приняты по этому вопросу. Какие принимаются по другим вопросам, нам сегодня расскажет гость студии, которого я с удовольствием представляю. Андрей Кристенко, специалист по защите прав в Европейском суде по правам человека. Здравствуйте, Андрей. Ну, давайте, с Вашего позволения, с Волновахи-то начнем. Понятно, что был очень серьезный резонанс информационный, эмоциональный прежде всего. Но, что касается юридического дальнейшего развития событий, здесь информации на порядке меньше. И, в общем-то, непонятно, кто и как понес, если вообще кто-то понес за это наказание. Ну, вот это и беда. Собственно, люди жалуются на то, что они знают, что происходит с расследованием сейчас. То есть, после события непосредственно, в течение нескольких дней, наверное, потому что ОБСЕ так плотно начало заниматься этим вопросом, оно свое расследование тоже проводило. Были какие-то, ну, какая-то информация от наших правоохранительных органов. Ну, потом, значит, полная тишина. Чему люди жалуются? Не пожаловались, кажется, осенью 2015 года, то есть, в принципе, не так давно после события. Потому что, ну, они ощущают, что они просто брошены. Прежде всего, они жалуются на нарушение права на жизнь. То есть, это родственники погибших. Они жалуются на то, что Украина в данном случае могла либо предупредить нарушение конвенции, предупредить эту трагедию, либо минимизировать последствия от этой трагедии. Ну, и то, что она обязана просто сделать, это провести эффективное расследование на национальном уровне. То, что есть в интернете, то, что публично было объявлено по этому расследованию, больше никакой дополнительной информации нет. То есть, государство говорит о том, что, ну, это обстрелы производились неподконтрольные нам территории, поэтому мы туда не можем зайти и не можем проводить следственные действия. Ну, действительно, с одной стороны, это объективно, но с другой стороны, общаясь с родственниками, с заявителями, с родственниками погибших, я слышу о том, что с ними даже не связывались, с некоторыми. То есть, это большой вопрос, почему. Мне кажется, здесь, ну, кроме того, что государство обязано провести это расследование, установить виновных, привлечь их к суду и таким образом дать какую-то сатисфакцию людям, они должны были и обязаны и сейчас, ну, не бросать этих людей, просто позаботиться с человеческой точки зрения о них, узнать, какие у них сейчас есть проблемы. И, по моему мнению, Украина должна выплатить компенсацию просто сейчас, только лишь потому, что преступление произошло на территории Украины. Позиция Украины, что даже оккупированные части территории, это все-таки Украина, и Крым это тоже Украина, и только лишь по этой небольшой причине, Украина должна проявить, ну, какое-то человеческое чистое отношение по отношению к этим родственникам. Дело было подано осенью 2015 года по Волновахе, но сейчас оно зарегистрировано, принято к рассмотрению, сейчас еще процедур особенных пока нет. Это в украинском суде? Это в европейском суде. Это в европейском. Почему сразу европейский? Потому что если в 2015 году, как вы говорите, подано заявление, насколько я помню, Европейский суд по правам человека рассматривает тоже после того, как рассмотрено на национальном уровне, то есть там пройдены все судебные инстанции, там апелляция, касация, верховный суд и так далее. Как-то очень быстро получается обращаются. Вы абсолютно верно говорите о том, что по общему правилу необходимо исчерпать внутренние средства защиты, то есть пройти все национальные суды. Но в данном конкретном случае никаких судов еще нет. То есть все, что могли сделать родственники со своей стороны, они сделали заявление о преступлении, они подали его в правоохранительные органы Украины, естественно, и дальше мячик на стороне правоохранительных органов. Они должны провести это расследование, закончить его, установить виновных и так далее. То есть дело зависло по сути. И так происходит по многим делам по Донбассу, именно по той причине, что следствие не может зайти на ту часть, которая не контролируется государством, проводить все необходимые действия, экспертизы и все-все-все. Собственно, на это они и жалуются. Кроме того, что они чувствуют, что они забыли просто, они считают, что оба государства должны нести ответственность в связи с смертью их родственников. Ну и они получили какую-то частичную компенсацию, но как сами они это говорят, это не было какой-то программой или каким-то целевым платежом, а это скинулись депутаты. Вот так они говорят, скинулись депутаты нам и мол, чтобы мы отстали. Но общаясь с ними, это каждый раз очень чувственный такой разговор. То есть ощущается, что людей просто бросили. По этой причине они и жалуются. Там кроме этих жалоб есть и другие жалобы, но они не очень, скажем так, по теме сегодняшней нашей беседы. Но они связаны, конечно же, с историями, связанными с войной на Донбассе, по сути. И вот в таких особенных случаях, это правило исчерпания средств защиты, то есть прохождения судебных инстанций в европейском суде, оно гибкое. Заявители говорят о том, что мы подались еще осенью 2015 года. Что происходит со следствием, нам неизвестно. Только из СМИ мы узнаем, что что-то происходит. Точнее узнавали сразу после события в течение нескольких дней, а больше ничего. Ну как бы с нами не контактируют, нас не вовлекают эффективно в расследование, хотя это делает обязанность потерпевших. А вы сказали, два государства виновные, насколько я понимаю, второй это Российская Федерация. Да, это Российская Федерация. Это в единый иск объединяется Украина и Российская Федерация? Потому что как-то, ну, тоже довольно странная постановка вопроса, как по мне. Да, это одно из жалоба идет. Там можно выбрать хоть все 47 стран-ответчиков, если они причастны, там, по мнению заявителя. В данном случае мы исходим из уже принятой европейским судом практики. По Приднестровью, по Нагорному Карабаху, по истории с Грузией. То есть Российская Федерация в этом смысле, она идет уже по протоптанной дорожке. И надо сказать, что она не только военную технику заводит на территории других государств, а и группу юристов, которая заблаговременно готовит жалобы, но только исключительно против Украины. В тот же Европейский суд и в другие международные суды. Поэтому, конечно, Украина не ожидала, что такое произойдет. Поэтому от них ожидать, что они тоже будут иметь готовую группу юристов, которая может адекватно сражаться с целым другим государством. Но в рамках закона в судах. Но то, что расследование должно проводиться быстро, эффективно, тщательно, без каких-то там задержек, это общее требование вообще к эффективному расследованию. Насколько нам известно, пока был шум в течение, может, месяца, не знаю, вокруг этой темы, что-то делалось, после этого полная тишина. Собственно, в такой ситуации, в ситуации, ну это называется состояние неопределенности, находится заявитель. Российская Федерация здесь, как отвечик, она привлекается, поскольку, ну, Европейский суд формулирует это так, поскольку Российская Федерация эффективно контролирует часть территории другого государства путем предоставления финансовой помощи, экономической помощи, военной помощи и так далее. То есть мы многократно слышали от публичных лиц Российской Федерации, что они это делают. Мы знаем о конвоях этих бесконечных, это незаконное пересечение границ и так далее, российская военно-техника, срочные службы военные и так далее. То есть все это часть доказательств, которыми мы аргументируем, в том числе привлечение второго ответчика. Андрей, скажите, вы упомянули Грузию как один из примеров того, как это все происходило. Есть ли, скажем, примеры того, как граждане Грузии обращались в тот же Европейский суд, чем это все заканчивается? Мне понравилось, как поступила Грузия, потому что она подала межгосударственную жалобу, как и Украина, но она объединила в ней в том числе и жалобы индивидуальные, то есть жалобы от обычных людей. Таким образом, она решила использовать сразу, если так можно сказать, юридическое оружие во всей его полноте, для того, чтобы, во-первых, получить одно решение и его исполнять, во-вторых, скажем так, сильнее аргументировать позицию правую, которую они выбрали. Поэтому там уже принято решение, оно не принято в отношении компенсации, кажется, но в отношении сути принято Грузия против Российской Федерации. И эти жалобы рассматривались в рамках вот этой межгосударственной жалобы. У нас немного другая ситуация, потому что территории больше, чем все оккупированные до этого Российской Федерации, и не только с точки зрения территориальной, но и с точки зрения экономической тоже. То есть огромные заводы, пароходы и все это все. И в Крыму в том числе все осталось теперь, скажем так, либо порезано, вывезено в РФ, либо осталось на неподконтрольной территории. Поэтому здесь и люди подают отдельные жалобы, и количество их, как по мне, должно быть огромное. Сейчас, насколько мне известно, Европейский суд по правам человека, это из статистики самого суда, которым периодически делает, порядка трех тысяч жалоб, которые касаются конфликта, военного конфликта, связанного с аннексией Крыма и оккупацией части Донецка и Луганской областей. Но я могу сказать, что только переселенцы, которые бросили, вынужденно бросили свою собственность, и теперь не могут ей распоряжаться там. Потенциальные заявители тоже, а их порядка двух миллионов сейчас на контролируемой территории. Плюс люди, которые там остались. Плюс родственники людей, которые там остались. То есть, это было бы отличным, таким мощным аргументом в международных переговорах, в минском формате, в любом формате, если бы это были сотни тысяч жалоб в Европейском суде. Но чтобы так произошло, этим должно было заниматься государство, как, скажем, в Грузии было. То есть, надо было дать четкий посыл сразу после этого события, что друзья, кто хочет подаваться, кто считает своими правонарушными, пожалуйста, приходите. Позднее они сделали такой механизм, сказали, вот у нас есть бюро бесплатно правопомощи в каждом регионе, мы вам поможем сделать жалобы. Но я понимаю, почему сделало это государство. Потому что там они делают все за людей и ставят ответчикам Российскую Федерацию. Просто для баланса, скажем так, этих тысяч жалоб. Это бы странно и нелогично, как минимум, если бы Украина подавала в суд на саму себя. Ну, это такой трюк, как по мне, сделанный. Но все равно он недоделанный, потому что нет этих сотен тысяч жалоб. Есть несчастные тысячи жалоб. И там, вот, сдалека, из Страсбурга, да, судьи, которые это видят, секретари, то есть вообще, в принципе, публика, которая это видит, она тоже задается вопросом. А если вы ежедневно говорите о том, что у вас сотни тысяч там убитых, раненых, вообще людей права, чьи были нарушены, а где же мы не видим этих жалоб? Так, а почему так не происходит? Это дорого, это хлопотно, это затратно как-то? В принципе, это бесплатно. Ну, то есть, никакой государственной пошлины или что-то подобного нет. То есть, для человека это бесплатно. Но, во-первых, очень мало специалистов, которые занимаются защитой прав в Европейском суде по правам человека, в принципе, в Украине. То есть, их реально единицы. Во-вторых, ну, как я говорил, наверное, нет вот какого-то комплексного подхода, именно государственного подхода, взгляда на эту тему. То есть, я периодически там делаю тоже публикации, задаюсь вопросом, а вы смотрели еще, какие есть международные судебные органы? Там тоже морской арбитраж, скажем. Почему вы не подались сразу? То есть, мы что ждем дальше? А это, к сожалению, ну, всегда была политикой государства, независимо от власти, тянуть, тянуть до того времени, пока человек не махнет рукой. Просто, наверное, по вот этой накатанной, отработанной схеме уже мы идем. Ну, мы в смысле государство. Что, собственно, даст в итоге конкретно обращение в суд по правам человека? Я знаю, что были прецеденты достаточно много, когда люди, отстаивая свои права, скажем, на те или иные льготы, выплаты и так далее, добивались. Правда, в итоге Европейский суд обязывал государство Украину выплачивать довольно большие суммы. Но там речь шла о длительном судебном процессе, с вот такой купой материалей, которая додавалась до справы и так далее. А здесь получается, что, ну, так или иначе, мы все равно упираемся в тот факт, что есть территории, на которых украинское следствие невозможно. И, видимо, международное какое-то время тоже будет невозможно. Что может дать в этом отношении суд, если он не сможет собрать нужные доказательства, свидетели и так далее, и так далее? Ну, суд, он не собирает доказательства. Он полностью полагается на доказательства, которые предоставляются сторонами. В наших жалобах мы всегда предоставляем все равно какой-то минимальный набор документов. Скажем, если мы жалуемся на то, что жилье было разрушено, мы предоставляем правоустанавливающие документы, скажем, там, свидетельства соседей о том, что там люди действительно проживали и так далее. То есть это, в принципе, косвенно доказывает нашу правовую позицию. А также мы ссылаемся на документы, которые представляет Украина в межгосударственных делах. То есть Украина против России. Кажется, их три сейчас, если я не ошибаюсь. Там большой объем документов, в том числе подтверждающий и нашу позицию. То есть мы предоставляем часть документов, на часть документов мы отсылаем к общей межгосударственной жалобе. Всегда обращаясь в Европейский суд, человек ждет, прежде всего, признания нарушения. То есть это тоже важный момент. Потому что у нас часто следствие не заканчивается ничем. Человек в этом состоянии неопределенности годами находится. Ему бы уже сказали нет, и может быть это было бы нормально. А в таком состоянии это хуже, чем какая-то определенность. Безусловно, человек должен в результате получить какую-то сатисфакцию внутреннюю, какое-то удовлетворение, что или люди были установлены, или нарушение признано. Хоть что-нибудь. И безусловно, это денежная компенсация. Конечно, суд не был создан для того, чтобы выплачивать компенсации. Это сейчас юзают его, так скажем, особенно украинские граждане, потому что здесь не могут найти справедливости. Вообще-то он был создан для того, чтобы все страны, подписанты конвенции, могли как-то привести в соответствие с конвенцией собственное законодательство. У нас много пилотных решений против Украины, где нужно внести три слова в законодательный акт и прекратить этот бесконечный поток жалоб, однотипных жалоб. Но этого не делается. То есть получается, Украина не выполняет свою домашнюю работу. Но здесь, почему именно Европейский суд по правам человека, а не какие-то другие инстанции? Ну, прежде всего, по доступности. Все-таки это ничего не стоит, ну или стоит каких-то сносных денег, скажем так. Потом работают общественные организации, которые бесплатно вообще это делают. И решения Европейского суда по правам человека, они носят для Украины и для Российской Федерации обязательный характер для исполнения. Именно никакой другой орган такой не имеет. Именно по этой причине мы бьем в самые эффективные средства защиты. А что за категории еще могут? Вы сказали о переселенцах, о людях, чьи родственники погибли или пострадали иным образом. А предприниматель, который потеряли в силу этих событий свой бизнес, либо он остался там, либо он уничтожен. Кто еще имеет право, скажем, и может обращаться в суд? Ну, мы можем грубо разделить на несколько категорий. Первое, скажем так, возьмем это нарушение фундаментальных прав. То есть право на жизнь, там жестокое обращение. Либо если люди погибли, то есть их родственники обращаются, либо если они получили повреждение. Вот у нас есть дело, скажем, снаряд разорвался прямо в центре Луганска. Там буквально в двух метрах от человека. Он получил повреждение серьезное, потом излечился, переехал на эту часть. Ну, естественно, расследование никто не проводит. По тем же причинам, собственно говоря. То есть это смерти, либо повреждения какие-то физические. Это разрушенное жилье или другие проблемы с собственностью. Сюда же можно отнести, скажем, брошенную собственность. То есть у человека была квартира, то есть они где-то жили, там у семьи, автомобили. Все это было отжато или это просто было брошено, вынуждено. Люди вернули, переехали сюда. Здесь у них ничего нет. То есть, насколько мне известно, Украина даже планировала какой-то закон о компенсации. Ну, естественно, он провалился, как часто происходит в таких ситуациях. Вот, поэтому это эта категория. Еще есть категория, связанная с военнопленными. Есть категория, связанная с отжатым бизнесом. Его либо забирают там местные боевики, либо пытаются склонить их платить налоги каким-то образом. Успешно, неуспешно, по-разному бывает. Вот, либо тоже оставленный бизнес, то есть брошенный, поломанный. Человек нормально работал или там предприятие функционировало. Ну, в связи с этими событиями он должен был убежать, просто спасая жизнь. И как бы что дальше. То есть, вот дальше поможет в этом случае Европейский суд по правам человека, если не будет введена там миссия ОБСЕ или как-то решен вопрос по Донбассу. Плюс есть категории, скажем, связанные с исчезновением или там с содержанием в подвалах так называемых людей. То есть, это неправомерное лишение свободы. Но почему, как бы опять я говорю, почему мы используем именно это средство защиты? Помните, был как-то момент, когда, кажется, еще в 2014 году детей на автобусе вывезли то ли с Донецка, в Ростов, то ли что-то такое. Именно через специальную процедуру Евросуда на следующий день они были возвращены. Точно так же с крымскими татарами, исчезнувшими в Крыму. Именно через процедуру в Европейском суде, так называемые срочные меры, они объявились, нашлись. То есть, скорее всего, они были в подвалах. И в этом случае тоже было оба государства ответчика, и оба государства среагировали, вернув людей или детей, или еще кого угодно. То есть, это лишь подтверждает, что это средство защиты эффективное. К сожалению, у нас же есть там международные соглашения разные, в том числе и двухсторонние с Российской Федерацией. И некоторые крупные даже государственные компании пытаются в арбитражи подавать международные, пытаться взыскивать по вот этим двухсторонним соглашениям. Но у меня всегда к ним вопрос, извините, друзья, а аннексировав Крым, сколько международных соглашений РФ нарушило? И вы теперь собираетесь... Вот это и ключевой вопрос. Потому что, да, потому что Крым, ну не знаю, подает, например, бизнесмен жалобу в Европейский суд по правам человека. У него там отжали какой-нибудь, не знаю, винный завод, например. Национализировать. А это ведь и есть, собственно, самый главный вопрос, чей Крым. Да, сейчас скажи мне, чей Крым, я тебе скажу кто-то, потому что Россия выстроит все таким образом, что это ее территория, там были такие законы. И так все, это все в правовом поле, как с дождем было. Мы не можем не показывать карты, потому что по Конституции это территория Российской Федерации. Все. И разговор закрыл. Для Европейского суда нет такой категоричности, то есть он формулирует таким образом, чтобы это соответствовало международному праву. То есть он говорит об эффективном контроле. То есть он допускает, что есть, там, скажем, два государства, часть другого государства, одно государство контролирует, эффективно контролирует каким-то образом, там, как я уже говорил, финансово, политически, экономически, как угодно. Это все будет доказываться, там, в последующих процедурах. Но факт эффективного контроля и будет отправной точкой для последующего признания нарушения. То есть здесь от Крыма же никто не отказывается. РФ вышла вперед и сказала всем, теперь он наш. В Донбассе немножко другая ситуация. Там их нет. Там нет. И опять же, кому иск, если нас там нет. Вот мы и будем доказывать эффективный контроль, а через эффективный контроль и ответственность. Сколько, как показывает практика, длятся вот такого рода? То есть мы говорили о срочной процедуре, да, там все достаточно оперативно. Если не касается, насколько я понимаю, судеб, людей, которые вот живы, пропали и надо действовать быстро, сколько может это длиться? В 2015 году подали поволновать, и, насколько я понимаю, решения ведь нет до сих пор. Нет. И даже не начались еще процедуры коммуникации, а именно обмен возражениями, обмен состязательными бумагами тоже еще не начался. Как правило, это вообще длинная история, Европейский суд по правам человека. Это, с одной стороны, последняя инстанция для людей, а с другой стороны, наши люди уже настолько разочаровались в правовой системе вообще, нашей судебной, в том числе, что для них это чуть ли не цель исчерпать, чтобы обратиться потом туда. Но это всегда долго, в среднем 5 лет. В таком сложном вопросе, то есть в вопросе вооруженного конфликта, именно так формулирует международный суд, то, что происходит сейчас, именно вооруженный конфликт, может быть и еще дольше. Но, как я всегда говорю в таких случаях, можно ничего не делать, а можно что-то сделать. Вот это как раз тот момент, когда можно и нужно что-то сделать. Я как юрист, например, я знаю, что нужно сделать, вот прям пошагово, что нужно сделать. Когда это будет рассмотрено, ну сложно сказать. Есть вариант такой, что может быть в каком-то срочном темпе рассмотрят одну межгосударственную жалобу, где будут подняты все правовые вопросы, претензии, ответственность РФ, ответственность Украины, вот и так далее. А потом уже по накатанной, скажем, пойдутся... То есть это как прецедент большой, да? Да, да, это называется пилотное решение против Украины, их тоже достаточно. Вполне возможно будет какое-то пилотное решение, и после него уже в более упрощенном порядке, то есть не надо будет каждый раз это все суду рассматривать, доказывать, присутствие там Российской Федерации на Орденбассе, скажем, вот, и будет уже там смотреть, ну, особенности каждого конкретного дела в более ускоренной процедуре. Но это длинная история. У меня последний вопрос, Ваше позволение, буквально пару минут остается до конца программы, и я бы хотел знать, насколько, в принципе, затратно по ресурсам, я не говорю о какой-то плате там за услуги юристов, или плате за, собственно, самообращение, это каком-то там судебном взносе и так далее, насколько это затратно с точки зрения времени, присутствия, там необходимости, если таковая вообще есть, потому что это все-таки суд, и состязательность, как Вы сказали, конечно же, должна присутствовать, возможно, там необходимы какие-то свидетельские показания и так далее. То есть, грубо говоря, насколько часто придется ездить в Страсбург, в случае, если человек обращается в суд? Ну, в Страсбург я поеду через неделю, но только лишь для того, чтобы свой снять очередной видеоблог на фоне суда. А в 99,9% случаев это исключительно письменное производство. Хотя есть и устные слушания, я поеду, вот 25 числа будет устное слушание по Великобритании. Но они выбирают очень такие значимые с правовой точки зрения дела, и, безусловно, скажем, если это будет межгосударственная жалоба, это будет рассмотрение. Если это будут индивидуальные жалобы, если это не Тимошенко или Луценко, то вряд ли будет устное слушание, скорее всего, все это будет письменное производство. Человека ресурсов, если Вы спрашиваете, какая, ну, достаточно большая, потому что нужно постоянно держать руку на пульсе и сообщать суду о важных изменениях, которые происходят в деле. Окей, спасибо Вам, Андрей, за то, что сегодня были гостем в нашей студии. Спасибо Вам. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. Увы, время программы подошло к концу. Всего доброго и до следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова